Если Барас не будет пользоваться одним тюбиком помады в месяц, ей этого брикета хватит на 300 лет. Соответственно, обратите внимание, этикетка. Одна этикетка свидетельствует, что это продукт, а вторая этикетка, это выдаёт на материал контроля качество, что этот продукт соответствует стандарту, и мы можем с ним дальше работать. Это часть системы GMP. Наше предприятие сертифицировано стандартом GMP. Это такая сложная структура, которая охватывает всё, как должны быть люди руки, как должны быть организованы потоки, как должен делаться продукт, как должны проходить аудиты поставщиков и так далее. То есть обо всём всё мы имеем сертификат GMP. И это хорошо. Это вот часть GMP, что этикетки должны быть на всём. Зелёная этикетка, что значит продукт годен и допущен. Жёлтая этикетка, что он на карантине. Красная, что это правда. Теперь я немножко приосаниваюсь. Предмет для гордости. Шампуни, гелия для души и всю пеномойку, как мы её называем на нашем сленге, мы производим для всего рынка, бывшего рынка стран СНГ, сейчас стран Евродейского союза плюс Монголию. А вот декоративку, помаду и блеск и стягу мы здесь производим для всего мирового рынка Арифлей. Обалдеть. То есть мы это экспортируем. Да, вот правильно, можно аплодировать. Можно правильно сказать. А та самая вещь. То есть если барышня где-нибудь в Чили или в Перу, или на другом конце света, где-нибудь в Малайзии, Сингапуре или в Иране купила помаду с логотипом Арифлейн, то эта помада сделана здесь, на этом сапоге, нашими руками, и на ней написано Made in Russia. Шикарно. Даже в Европе. То есть мы экспортируем нашу продукцию во все страны мира. И соответственно вся помада, все блески для гу производятся здесь, здесь сейчас я, конечно, собрал, ну так, для красного слоста, не все, вот не производятся эти вот помады, которые из сердечника. Вот они не производятся. Их производят для нас контракторы в Германии, но их обнем продаж, правда, не очень больших. А вот блески для гуг мы вообще все производим. И вот эти новомодные, вот эти вот стеклянные футлярчики, жидкие помады тоже мы и тоже здесь. Значит, про состав я начал говорить, отвлекся, ну как обычно. Значит, состав помады в порядка 40 ингредиентов, бывает меньше, бывает больше, но в наших это порядка 30-60 где-то так. Вот, значит, еще составят помады воски, жиры, масла, красители и пермомор. И так широким маслом в общих сердцах. Дальше там еще идут всякие эмаленты, пленкообразователи, ультрафиолетовые фильтры, витамины, консерванты, отушки. Там длинный-длинный список, причем масла это тоже большая-большая вот такая группа ингредиентов, которых дофига в помаде. Но самое главное масло в помаде, в помаде, это ка-40, его порядка 40%. Вообще помада, несмотря на то, что она такая вот вроде твердая и в бритете, и твердая, когда выкручиваешь ее, но она на самом деле жидкая, реально жидкая, потому что 80%. В помаде это жидкость, это масло. Воски удерживают эти масла и создают структуру. Жир в помаде, я употребил множество, на самом деле жир в помаде только один. Это жир, шерсть и овец, это лунолин. Очень полезен для кожи, для волос. Соответственно, в наших волосах он тоже есть. Если голову пару дней не помыть, то волосы становятся жирными. Я не помолю. Вообще, на самом деле, здоровый человек, кожа и волосы здорового человека выделяют ровно то и ровно в том количестве, сколько и чего нужно. Поэтому, вот так, с широким мазком мыться вредно. Но чем реже, тем лучше, на самом деле. Но поскольку мы социальные существа, пару дней не помоешься, и, в общем, окружающим противно. Поэтому мы моемся и смываем то, что выделяет нашу кожу, нашу волосы. А потом это на маску. То есть мы вначале шампунь, потом бальзам, кондиционер. Сначала все помыли, потом кремом, лосьоном. Вот, все мы еды. Но, увы, и это хорошо, и чем чаще, тем лучше, тем больше у нас будет работать. Спасибо. Спасибо.